И так, ладно, давайте закончим перерыв и погнали выполнять какие-нибудь сайды. Предлагаю начать с Квиста с Ромеро и Джульеттой. Давайте посмотрим, как у них дальше отношения будут складываться. Я думаю, что Ромеро и Джульетта еще не успели пожениться. Ну да, если бы они это сделали, Ромеро произнес бы целую речь об этом. Теперь я понимаю. А есть причина, по которой вы решили упомянуть этих двоих? Я слушал, что Джульетту в последнее время видели по всему городу. Вот и все. Думаю, она, возможно, пытается каким-то образом получить одобрение на их брак. Ага. И значит, она сейчас прыгает через всякие разные обручи, да? Ну, Ромеро тоже был так взволнован этим. Неужели так трудно жениться? Сейчас вы все узнаете, потом сами тоже поженитесь. Похоже, что проблема касается не только их двоих. Поэтому... Должно быть, да, сложно все. Слушайте, если вы беспокоитесь о них, мы всегда можем поспрашивать и посмотреть, как у них там дела. Мне бы было немного не по себе, если бы Ромеро натворил бед. Пока мы не смотрим. Возможно, есть что-нибудь, что мы можем сделать, дабы помочь. Метя. Да, ты права. Давайте посмотрим. Знает ли кто-нибудь, что происходит с Ромеро и Джулетой? Ну, сейчас узнаем. Отлично. Так, вот эти разговорчики, я думаю, можно тоже послушать. Так, так. Давайте в последний раз разберемся с этим. Дом Орец работает вместе с Моникой. То есть, Вандами. Да. И противостоит им Дойлы. Люди называют их консерваторами. И сохраняют, так сказать, нейтралитет посередине. Это дом Родес. Верно? Господи. Городская политика. Такая запутанная вещь до предела прямо. Но почему они противостоят друг другу вообще? Они ведь все люди этого города, не так ли? Чем больше людей в обществе, тем больше возможностей для идеологических разногласий. Так что, я думаю, тут как раз-таки у нас один из таких случаев. Несмотря на то, что у них общая цель, они не согласны с тем, как лучше ее достичь. У меня есть некоторый опыт в этом. За историей обязательно стоит какая-то другая история, которую мы не знаем. Это всегда что-то в таком роде. Действительно. Мы должны быть осторожными, когда нам приходится иметь дело с ними. Это действительно кажется очень благоразумно. Если мы допустим ошибку, мы можем оказаться втянуты в конфликт. Я все еще надеюсь, что однажды все смогут работать как единое целое. Это наивно? Да, наивно, увы. Снег такой красивый. Я так его люблю. Да? Нифига подобного. Холодно. И можно отмерзнуть себе задницу. Отмерзнуть задницу. Ну ладно. Вроде так. Я больше за то, чтобы каждый день было солнце, как на пляже. Правда? Лично я сама предпочитаю это жаре. Да, это потому, что ты ненавидишь приятные вещи. Помнишь, как ты говорила? Ах, это так круто. Я сейчас расплавлюсь как блин. Я не говорила такого. Да? А я четливо помню, что ты говорила. Нет, хватит. Кто-нибудь, убейте меня. Нет, я не говорила. Да, ребят, помните это в начале. В пустыне. О, точно, теперь я вспомнила. Когда ты чувствуешь холод, ты должен попытаться больше двигать своим телом. Не. Да ну. Я уже перешла в оборону. и собираюсь оставаться в этом состоянии. Спасибо. Ой, да ладно. Просто покричи и сразу согреешься. Конечно. Я полагаю, что Мио могла бы тоже просто кричать, чтобы она остудилась. я просто боролась с жарой. Все? Понятно? Честность? Это добродетель, милая. похоже, от меня никогда не отстанут, да? Но. Что все это значит? ХЗ. Ланс такой смотрит. Да уж. Не, ну, приятный ивентик, то, что они вспомнили всякие интересные события из прошлого. О, слушайте, а у нас тут выбор. С кем пойдем говорить-то? С Джульетой или с Ромеро? Сделайте выбор. Голосуйте, ребят. Сделайте свой выбор. Я пока что поменяю героя. Попробуем менять. так, я хотя посмотрю, где кто находится. Нет, не туда. Ну, ну, да. Я понял, кто где находится. так, окей, вот теперь понятно. Что? С Джулетой пойдем говорить? Ну, ладно, погнали. Джулетта, я хотел от тебя спросить кое-чем, если ты не против. Простите, друзья, но сейчас я довольно занятая, мне нужно собрать вещи для поездки. а куда ты идешь? Слушайте, вот клянусь, когда мы встретимся в следующий раз, тогда и поговорим больше. Ладно, ребята, в итоге мы все равно поговорим с обоими. Ну, ладно. Тогда к чему все это было. Вы когда-нибудь видели покой надежды? Да, видели. Когда-то давным-давно там жили наши основатели, но катастрофическое нападение рассеяло их повсюду. Ну, про это мы уже знаем. Эти проклятые огницы использовали свой замок, увидев такую возможность, и забрали эту землю себе. Если бы мы когда-нибудь вернули эту плодотворную землю, люди здесь в городе жили бы намного лучше. Это уж точно. Так мы уже все вернули. Так что уже все хорошо. Так, до сих пор Мебисы не могли определить местоположение города. Но сейчас благодаря определенному благодаря определенным предательским действиям все мы были подвержены опасности. Кстати, потерянные числа собираются взять на себя ответственность за то, что произошло с Шанай. Шанай. а что еще с Шанай? Мы вернем ее? Или как? Она же типа стала уроборосом, так что по идее ее вполне могут воскресить. правда, это уже будет другая Шаная, но не важно. Гондор в безопасности. Моника этого не показывает, но должно быть, она испытывает облегчение. О, знаете, Моника ни разу не упомянула, что Гондор ее дочь. Это был тот еще чертов сюрприз. Ну, все-таки у нее есть свое положение старейшины. Она не хотела, чтобы люди думали, что ее личные чувства мешают ей. Но моя позиция в чем-то схожая, поэтому я могу понять ее точку зрения. Не беспокойтесь, что иногда она доходит до крайностей ходы. Астар, ну, тогда вот, тем более. Так что в замке Кивиса надеемся мы ее вернем. значит группа, что была захвачена Агнусом вернулась сюда. Невероятно. Я думал, что как только их схватили, они исчезли навсегда. Я их больше никогда не увижу. Это поистине счастливое и благоприятное событие. Лучше бы выпить за это. А он вообще когда-нибудь не пьет? А, понятно. Все понятно, ребят, с ним. Да. Ромеро, ты не знаешь, что с Джулетой происходит? А, это вы. Вы как всегда вовремя. Да. Все в порядке. Моя Джулетта присоединилась к потерянным числам. И поэтому на нашей следующей стычке она будет там. я должен убедить своего босса отпустить меня. Мое единственное желание, чтобы мы сражались как одно целое. Ребят, я подниму флаг смерти. Ее подразделение проходит инструктаж именно сейчас на точнее в гавани Сентер Ридж. Не хотели бы вы вмешаться? И ты не помешал ей присоединиться? Не, конечно же, я был против этого, но потом решил позволить ей следовать своей мечте. Ну, мы сделаем все, что в наших силах. Где-то бумер играет. Походу, да, судя по тому, что мы слышим. И скорее всего, это может быть как раз так. Так, у нас там какой-то квест, понятно. с той лежайшей женщиной. Так, а бумера не видно. Уже, да, походу ушел. и, так, что ? Не хотел там перепрыгнуть. Такова наша стратегия. Будьте наготове, пока мы не развернем вас. Поняли. Ты, не отвлекайся. Битва уже началась. Помни об этом. Дамы. Да. Голос у него прямо как у... Скварора. Псс. Лето. А, это вы опять. Когда ты это... Вступила в ряды потерянных чисел. Тот самый день, когда мы встретились. Когда бедный Ромеро пришел просить моей руки. На самом деле, с тех пор, как... На самом деле, с самого детства, я хотел быть похожим на нашу Монику. Но, горе мое. Отец не позволил мне вступить в армию. Он сказал, что жизнь солдата не для меня. Но теперь я стал старше. И прошло то время, когда я должна была действовать в соответствии. Когда я не должна была действовать, как я того хочу. Значит, Гарретт и Ромеро знают. А, нет. Так что, сохраните это в строжайшем секрете, пожалуйста. Я думаю, когда... Этот предстоящий бой закончится, я расскажу им все, что у меня на душе. Продолжайте в том же духе. И в первой битве. Вам ни о чем будет беспокоиться. Дамы. Ты опытовала большие надежды. Еще тогда, когда я учила тебя. Так что я ожидаю больших успехов. О, а вы тут, чтобы помочь? Мы как раз собираемся сделать нечто очень большое. Так что... Вы сильно поможете. А чем вы занимаетесь? Что вы будете делать? Мы собираемся получить несколько модулей роста. Она, конечно, отличный солдат, но у Журетта еще нету боевого опыта. Я думаю, для нее было бы хорошо, если бы она пошла с нами. Ой, ребят, мне это не нравится. Это, без сомнения, закончится боем. Ромеро не успеет вовремя, не так ли? Нам стоит пойти вместо него, чтобы убедиться, что Журетта не будет совершать ничего безрассудного. Кабатаем, мы в деле. Я так и знала. Итак, план простой. Мы нападаем на транспортера Кевиса. Левница, который как раз везет эти клетки. Мы устроим нападение у основания Великого Меча в болотах. Но... Офигеть, первая миссия, да уж. Итак, вы можете присоединиться или к Авангарду, или к Орингарду. Что выберете? Ребят, один или два? Авангард или Орингард? Ну, или тыл? Что вам нравится больше? Спереди или сзади? Чем я это так сказал? Ну, вы поняли, да? Так. Так, большинство все-таки голосует за... Первый вариант, окей. Хорошо, тогда мы пойдем... В... В Агард. Мы можем провести маневр... Клещи с Джулеттой. Хорошо. Тогда выдвигаемся. Я только что вам отправил место встречи. Мы отправляемся к месту нападения. Вы пойдете сами, как только будете готовы, да? Поняли. Ну что ж, похоже, мы увязли в этом деле. Но лучше мы это сделаем, чем Ромеро, в любом случае. Возможно, ты прав. Ладно. Давайте обеспечим Джулете безопасность и закончим с этим. Ну, и Растов... Ну да, но учитывая, что эта игра не про стелс. Красиво тут все-таки. О, вот вы где. Идите сюда, ко мне. Наша цель сейчас проходит мимо. Я вижу ее. Вот он. В любой момент. Готовы? Сейчас. Погнали. Ну, в 51-ом фигме. Ну, в 51-ом фигме. Субтитры добавил. чё-то да как бы чё так быстро Джулетта справилась с этим нам совсем не нужно было беспокоиться о ней верно и у нас получилось молодцы команды давайте вернем этого плохого парня обратно дамы я выдам вам награды в гавани центридж и я бы не стала торчать в этом месте слишком долго поняли ну а то ребятки иначе как-то ну чё-то как-то да слишком низи возьмем карт пока не будет жопа так сказать попытка номер 2 что случилось вот джулета почему во имя йониуса ты стал солдатом за моей спиной отец разве ты не знаешь причину хорошо я подыграю тебе ты молчала потому что знала что я буду против этого да знала что я положу конец твоему недоделанному своеволю это твой последний день в рядах потерянных чисел моя девочка ты уходишь сейчас же а я говорю тебе что намерена остаться да дочь или нет но я должен провести черту настоящее чем ты будешь исключена из дома дойла что короче он отрекся от нее отлично но сэр разве вы не слышали ни слова из того что она сказала и джулета пожалуйста ты должна и все в порядке ромеро видишь ли мы обеспечим безопасность городу вместе и не будем больше обремененными домами джулета моя дорогая да конечно позвольте мне отплатить вам за вашу помощь а чё музыка грустная мы у наших хэппи-энд типа это вы рассказали гаррету все они так ли да это было я я не могла держать это в секрете я не могла просто так взять и вести в бой дворянскую дочь из шести домов подожди то есть вы имеете ввиду на этот раз я получила разрешение иногда эти шесть домов могут быть кошмаром настоящим что и никто не умер серьезно ну ладно что то как то я думал что все сейчас закончится плохо но нет история с хорошей концовкой можно сказать ну ладно ее изгнали из семьи типа ну окей ей насрать ну ладно ну я думаю сейчас будет драма смерти все дела ну сами знаете мне очень впечатлен памятник жизни здесь покоится так много надежд так давайте уже посмотрим что тут за хрень происходит мне давно интересно а понятно это клар это порядке это моя грудь как бы больно дышать подожди секунду групповое исцеление похоже ей все еще больно что не сработало но если арты не имеет никакого эффекта мы должны отвести ее в медицинское учреждение доктор будет знать что делать верно что я растов хватит с тебя да хватит лена да уже в этой игре ничего это еще не финал кто знает что будет дальше шаная нанесла нам удар в спину я не могу в это поверить ай черт побери мы считали ее другом но видимо она не чувствовала того же что опять вы уже видели это раньше с тех пор как город сменил местоположение жителям пришлось приспосабливаться как совершенно новой обстановке пациенты продолжают пациентов продолжают торопить потому что их организм ослаблен из-за перемен пациентов и моника я и понятия не имел что здесь так много пациентов вы серьезно не ожидали что это произойдет и город еще ладно конечно я понимаю что нам пришлось переехать чтобы не быть стертыми с лица земли мебиусами но переезд места что расположено на целых 2000 метров ниже уровня земли и ладно все хватит а не ну ребят теперь понятно да в чем дело я знаю средства до тех пор пока у нас будет лекарство все должно быть в порядке принимая желаемое за действительное я пошлю за дополнительными лекарствами сообщите нам что вам нужно хорошо спасибо итак доктор есть что нибудь чем мы можем помочь есть если пациенты будут продолжать поступать в прежнем объеме мы не сможем обеспечить достаточное количество лекарств вы не могли бы собрать для меня несколько яичных семян и тяжелых гранатов вы можете найти в регионе конденсия о боже а да а также еще корень рокодори этот корень находится в лаве сэндбар если если вы сможете подготовить для меня 20 штук каждого я думаю нам хватит хватило бы на избыток лекарств а хорошо мы вернемся с товаром как только сможем простите за это я очень надеюсь что у меня все это уже есть ну ребят вы поняли да этот квест улетает на потом посмотрим что тут еще есть так у нас как минимум беседок есть какой-то квест и вот тут что-то а тут понятно награда у трэвиса да да вот у баланса у меня уже есть такой что еще так только между нами точно причина по которой консерваторы так грызаются на босса в том что она молодая чтобы стать старшой нужно иметь рассудительный да рассудительный и богатый опыт не говоря уже о том чтобы быть любимым по мнению консерваторов с возрастом а у тебя все это становится больше поэтому они всегда говорят о ней с высока ей приходится справляться с этим пока она несет все остальное на своих плечах я никогда не слышал чтобы она ныла по этому поводу она делает действительно первоклассную работу если хотите знать мое мнение фиг том когда будем в колонии тогда да сейчас мы будем обходить все все регионы потихоньку и после вот города мы пойдем сначала в замок потом уже посмотрим в колонию 4 наверное учитывая что горвелл был тоже отправлен в колонию 4 может там будет что-то с ними а стоп у нас еще квест с колонии 0 так все так вполне понятно что люди испытывают стресс и беспокойство учитывая все что случилось Но жители города действительно начинают Ополчаться по этому поводу Но я думаю, что набег Был бы для нас обычным делом в колонии Мы просто принимали такие вещи, как должны Для них борьба была чем-то, что происходило во внешнем мире Вы можете понять, что если один из фундаментов убеждений будет разрушен То это приведет к определенному несчастью Полагаю Но Есть и консерваторы, которые уже Боялись, что подобное может произойти И похоже, они уже в состоянии паники Да, ты права Сейчас Тебе кажется, довольно Нет Ты права Кажется, что сейчас все находится в довольно шатком положении Надеюсь, все с городом будет в порядке Может быть, нам стоит поговорить об этом с Моникой и с Тревисом? Я думаю, нам стоит Я думаю, мы можем сделать что-то, чтобы помочь Блин, какая же Мьюняша с длинными волосами Как же она мне нравится такая Не, ну Не поймите неправильно Юни топ вайфу в этой игре Не спорим Но Мьюня с длинными волосами тоже Топчик Я посмотрел и на Юни с длинными волосами Да Сейчас в городе Очень много недовольных голосов В данный момент Дойлы выступают в качестве посредников Я просто жду, когда Гарретт вкратце обрисует мне ситуацию В какой-то веке я благодарен ему за вмешательство Я боюсь, что в конце концов Он присоединится к этим обеспокоенным гражданам Так, вот Где мы находимся теперь Теперь нам нужно просто придумать, как У нас проблемы Что случилось? Несколько вооруженных единиц Взлетели без разрешения Похоже Они были реквизированы, как солдаты Похоже, что это летное устройство Корабль был реквизирован Как солдатами, так и гражданскими лицами Солдат, что был на страже Похоже, был Подкупленным Чтобы, так сказать Смотреть в другую сторону Трэвис Просто одно за другую Да Оцени ситуацию как можно скорее Что-то жопа какая-то Моника Это означает, что люди Которые не входят в число потерянных чисел Покинули город Не так ли? Да, но чего они Надеются достичь этим Мы нашли их, босс Мы отследили сигнал Украденных Вооруженных единиц Похоже, они Направляются К холму Виннесок Виннесок Понятно Тогда мы отправляемся туда Лично Само собой Подготовиться к немедленному Отъезду На шаг впереди вас, босс Моника, мы тоже пойдем Хорошо Мы сделаем ход Как только будем готовы Могу я попросить вас Пойти вперед И обеспечить Некоторую защиту Конечно Ну что ж, пошли На холм Виннесок Виннесок У нас тогда И как ты видишь Все сайды Очень Неплохо Их истории Как раз таки Интегрированы Во все то Что происходит В этом городе И связано С этими Ну с персонажами Местными Из всех Слоев общества Не, ну с крестами Тут тоже поработали Конечно Хорошо В этом регион был Тенденция Ребят Что за квест Посреди моря Что ж там Такое может быть Вот теперь Мне стало интересно Тонущий человек Может быть А может и нет Узнаем Так Стоп А у нас тут Две цели Одна из них То, что нам Сейчас нужно А другая Что-то другое Непонятно Что за квест Хм Тут не помню Такое квеста Ну ладно Отлично Понятно Значит Вот где можно Пойти И собрать То, что нужно Нам показывают На карту Ладно Это будет легко Ура Борус Значит Это вы Те Кто украли Эти Боевые единицы Все-таки Учитывая Что это Михи Зачем Вы пришли Сюда Мы хотим Независимости От города Нам Стоит Извиниться За Грубость Касательно Того Как мы Покинули Город Но Мы хотели Чтобы С этого Момента Вы Оставили Нас В покое Вы Хотя бы Обсудили Это С Моникой Мне Жаль Что Возможно Все Сейчас Станет Немного Жестоким Но я Вынужден Попросить Вас Уйти Ну да Ну да Они Серьезно Думают Победить Нас Может быть Ты захочешь Побольше Пообщаться Когда Все Ваши Автоматоны Будут Лежать Аккуратно В куче Возвращ 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 Немного И Возвращ Открусь Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Прекрасно Я не могу загрузить нужный мне пресет Сейчас попробуем свалить Я уже потыкался немного и собрал себе пати Правда я ее не тестил нормально, но сейчас посмотрим Я думал, что на нее сразу пойдет Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 11 монстров о нет только не эти ребята ну ладно я ожидал большего сопротивления а и а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Где-то тут я пропустил одного А, нет, это просто указание видно на точку И нужно их искать Уже идите сюда разберусь побыстрее Субтитры сделал DimaTorzok Ну все Ну все Да Надеялся, да Но монстры будут пожестче Странное чувство, не правда ли? Подумать только Мы возвращаемся в город Мы возвращаемся в город Да это все благодаря вам, ребят На самом деле На самом деле На самом деле это не мы позаботились А разве Вы не собираетесь На корабль На корабль Я собираюсь вернуться обратно в замок Агнуса У меня куча дел с которыми нужно разобраться С тех пор как Антона Антона Списали, скажем так Он был очень серьезным человеком, знаете ли Я чувствую, что Должна сделать как можно больше Из того, что он оставил Недоделанным Я понял Я могу понять Вы, ребята, можете пойти с нами? Неизвестно, что может всплыть Во время транспортировки Хорошо Мы позаботимся о них Пока не доставим их туда Куда они направляются Хорошо, тогда они в ваших руках Ой, да говно вопрос Я собираюсь отправиться в путь Ваши приготовления завершены Конечно Да, мы готовы Наверное, стоило бы переодеться Но мы идти посмотрим Так что, ладно Но этот дождь реально меня троллят в этой локации Ну, типа, серьезно? Ну, типа, серьезно? Ну, типа, серьезно? Да, это нужно Должно блин они даже маленькие кат-сцены взлета и приземления сделали для этого креста ладно хотя они скорее взяты из одного сюжета она неважно наконец-то обратно в город да мы здесь снова в большом сочном брокколи после все этого времени ну вы поняли с чем это сейчас можно сравнить спасибо мы вернулись сюда благодаря вам нормально мы на пляж дальше это потому что вы держались там все это время вы добрались сюда потому что им не сдавались когда стало тяжело да да я полагаю ты права ну что ж еще увидимся просто присмотрите за гондором и остальных ради нас хорошо хорошо мы поняли а старты про дождь ну ну да на море его в избытке так ну что посмотрим в городе если есть еще что-то именно с диалогами которые желтые вроде ничего нет о бумер вот с бумером я пообщался черт послушай мы понимаем что ты злишься но если ты не будешь использовать свои выражения то мы никогда не поймем почему да чёрт что ты даже не сердишься да ладно мужик если ты хочешь нам что-то сказать то просто скажи это окей что-то сейчас было ну ладно так я слышал а вы помогали мидзуки с миссии по сбору на днях спасибо за это пойду забейте для нас это было совершенно естественно я слышал что ты новобранец это правда я понятия не имел что это вообще значило никобата сказала мне что если с мизуки что-нибудь случится ты будешь лакать из-за этого похоже он действительно очень важный точность до мизуки для меня важнее чем воздух которым мы дышим я так рада что он сам не вредим я всегда ненавидела затмение чей-то друг или член семьи всегда был убит в этот день и все только для того чтобы заставить нас чувствовать себя запуганными и никчемными но в этом году вы спасли всех от этой участи я имею ввиду не только заключенных вы меня спасли чтобы я не варилась собственном соку из-за того какие мы бессильные и побежденные будущее можно изменить и мы можем его изменить я хочу сделать что-нибудь чтобы помочь все что могу сделать брать будущее о самсон прямая атака на город было совершенно непредсказуемый большой сюрприз из-за этого самсон предсказывает больше непредсказуемых вещей и нужно поспешить приготовиться к непредвиденным обстоятельствам что ты имеешь ввиду это секрет так самон да оговорился господи я раз ты я понял все моя маленькая дочь и на выросла пока я был заперт тюремном лагере кстати да точно он встретился наконец-то с ней она едва ли даже помнит кто я теперь это очень наглядно показывает как люди отдаляются друг от друга я должен я должен считать себя богословленным правда это чудо что она вообще вернулась что-то грустно как-то о кстати блин то чувство когда ты идешь по городу всех нпс узнаешь так мы снова привели в порядок участок бро так что спасибо за это а игре веришь ли ты в том что верите ли вы в то что он поступает правильно конечно я доверяю ему тоже все шло по плану раз она немного пугает вот он вот эту девочку мы не знаем так походу все таки в городе больше ничего нету эй зак привет эй как дела отлично спасибо что спросили я научился новому трюку и похоже он всем нравится кстати а вы случаем не знаете мизуки так получилось что мы знакомы у меня такое чувство что я мог бы поднять настроение каждому точно так же как однажды сделать для него возможно это тщеславие с моей стороны но мне кажется что я смогу достичь чего-то что могу сделать только я в этом действительно хорошо справились результаты лучше даже чем я надеялась мы подвергли города мы подвергли город некой опасности но награда значительно превысила риски вы даже смогли уничтожить часы пламени замка это даже трудно оценить ну да так в смысле может она пишет вроде говорил так короче да все потому что мы когда впервые вернулись город бегали там уже собирали кресты так что больше ничего нету отлично а реликвия реликвии которые вы принесли мне были просто восхитительно я думаю что серия рассказываю об основателе и сможет продолжаться еще немного я надеюсь что вы кому я многим обязана окажут мне честь и прочтут ее когда она появится в продаже мы бы прочли правда увы это не кисеки тут нельзя читать книги да ребят к сожалению в смысле астр их же посылали как убийца по нашей душе просто вот в тот момент нас заметили там и вошли там за наши жопы и все это просто совпадение так ну замком как я вижу мы тоже походу все хотя стоп мы замки такой-то разговор подобрали надо посмотреть это крест или нет это крест или нет это крест вот оно как ребят учитывая какие тут герои нужны это квест реку и монана продолжение правда нам нужно и где-то еще а нет нам нужно в другое место это сделать ну ладно тогда давайте сделаем перерывы посмотрим этот крестик отлично она ждет а что-то веселое надеюсь так что перерывчик небольшой а а Субтитры сделал DimaTorzok